Туристический маршрут «Серафим Саровский» от Тамбова до Сарова появится в России. Маршрут начнётся с Мамонтовой пустыни, затем пройдёт через Маршанск, Нижний Новгород, Эрзамас и Дивеева. Рассказала на открытии научно-исторической конференции заместитель главы Тамбовской области Евгения Михалина. Хочется сказать большое спасибо главе Тамбовской области Максиму Борисовичу Егорову, потому что действительно по его поручению этот маршрут разработан. И благодаря вам, коллегам, он достаточно быстро воплощается в жизнь. Это не может не радовать. Действительно, как говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что нужно всем объединяться, межрегиональное сотрудничество. У нас это с вами прекрасно получается. Надеемся, что же скоро маршрут будет радовать всех желающих своим появлением. Научно-историческая конференция проходит в 13-й раз. В последний раз в Сарове её проводили в 2018 году. В этом году она приурочена к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова. В стенах художественной галереи собралось более 40 учёных, искусствоведов, краеведов и коллекционеров со всей страны. В моём докладе я буду рассказывать о ближней пустыке, как вообще она сложилась, какие там первые были постройки, что и в какое время строили после того, как отца Серафима там уже не было. И, соответственно, соображения о том, что там сейчас стоит. Также в рамках конференции известный краевед и искусствовед из Тамбова Марина Клемкова презентовала свою книгу «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». В её основе архитектурные документы Тамбовского и Саранского архивов. Но главная её особенность в том, что иллюстрации составляют дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Тамбова из частных коллекций. «Открытки очень ценны тем, что они доносят до нас именно архитектурный облик всего комплекса и, собственно, каждого отдельного здания. Поэтому открытки играют огромную роль для сохранения культурного наследия, для реставрации, ну и вообще для представления, какая была строительная техника в этом периоде». По итогам конференции будет издан сборник основных докладов, доступный широкому кругу читателей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.